С наступившим вас Новым Годом, уважаемые зрители! И сегодня я отвечу на очередные вопросы подписчиков канала Самогон Саныч. Присоединяйтесь, поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Самогон Саныч. Я автор вот этих двух книг, которые уже много видели. Или ссылочки на эти книги будут оставлены в описании к данному видео. Проходите, посмотрите и приобретайте, если вам интересны вопросы, которые там описаны. Ну и сегодня я отвечу на вопросы подписчиков канала. И первый вопрос задает Дима Бондаренко. Вот что он пишет. Спасибо за видео. Такой вопрос у меня, Саныч. Подскажите, пожалуйста, можно ли регулировать скорость перегонки, как первого, так и второго перегона, по температуре в струе с помощью электронного термометра? И какие должны быть температуры при этом? Дима Бондаренко. Значит, ну, во-первых, я начну ответ со второго вопроса. Какие должны быть температуры при этом? Значит, вся технология самогоновой арене, о которой я рассказываю и разъясняю, говорит о том, что ваша задача, чтобы температура в струе не изменялась. Температура выхода самогона вашего, что при первом, что при втором перегоне, то есть, либо спиртосорца, либо самогона, соответственно, при первом, либо втором перегоне, должна быть около 20 градусов по Цельсию. То есть, самогон должен выходить именно комнатной температурой. Увеличение этой температуры, это уже нарушение технологического процесса. Уменьшение температуры, ну, не особо выгодно, потому что вы должны измерять крепость выходящего самогона. И, соответственно, крепость меряется при температуре 20 градусов по Цельсию. Все ареометры привязаны именно к этой температуре. Это первое. То есть, другими словами, вся технология говорит о том, что отбор тела или спиртосорца проходит при комнатной температуре в струе. Соответственно, никакие изменения там температуры не должно быть, а, соответственно, вам и нечего измерять. Это первое. Второе. Если бы вообще какая-то такая вот была технология иная, ну, сами подумайте, тогда производители ставили бы, наверное, свой термометр на выходе из холодильника. Но это не имеет никакого смысла, и ни один производитель это не делает. Термометры ставятся там, где нам необходимо знать температуру при перегоне, чтобы получить наиболее качественный напиток. Это необходимо знать температуру в кубе, необходимо знать температуру в царге, это необходимо знать температуру, допустим, в узле отбора. Вот там ставятся термометры. Поэтому здесь, я думаю, какие-то новаторские нотки, типа замерять температуру в струе, нет смысла абсолютно никакого делать. Вопрос задает Мария Лавр. Саныч, с Новым годом! Можно ли при первой перегонке добавлять в сухопарник ароматизатора? Пример, кожура апельсина. Ну, на этот вопрос уже ответил другой зритель канала, Ренат Алюков. Вот что он пишет. Конечно, можно и даже нужно. Самогон получается уже мягче, и сивушные масла хорошо впитываются в корки. Вот принципиально я согласен с Ренатом Алюковым, но я хочу подчеркнуть, что это делается именно для того, чтобы в первую очередь какие-то сивушные масла отсели именно в сухопарники и не попали в итоговый отбор. Если вы хотите делать для того, чтобы более сильная ароматика была у вашего продукта, то я думаю, что это все-таки лучше делать во второй перегон. Ну, надеюсь, абсолютно все понятно отвечено. Следующий вопрос задает зритель под ником Салют из Венегрета. Доброго здоровичка, Саныч. А если при второй дробной перегонке к спирту-сырцу добавить хвосты один к одному, получится хороший продукт? Опять, Салют из Венегрета, понимаете, вы пытаетесь как бы спросить меня, все в нарушении технологии. Но я про технологию производства, домашнего производства самогона рассказывал уже в сотне видео. Здесь что получается? То есть вы хотите сделать, грубо говоря, вот при второй дробной перегонке добавить хвосты. И уже в готовый, практически в готовый продукт, которым остается одна ступень перегонки, вы добавляете хвосты. Хвосты это жидкость, спиртосодержащая, но там очень много силушных масел. Вот когда вы добавляете их в брагу, вот эти хвосты проходят две перегонки. Они вместе с брагой перегоняются, то есть спирт отделяется от этих силушных масел во время первой перегонки. И второй раз они уже проходят вторую перегонку вместе со спиртом сырцом. И, соответственно, две перегонки очищают эти хвосты. Вы хотите их размешать с спиртом сырцом, которому остается только одна перегонка. К тому же, какую перегонку вы будете делать? Классическим методом или ректификацией? Я знаю, допустим, самогонщиков, которые хвосты отдельно перегоняют именно второй перегонкой, но они делают ректификацию. Они стараются получить минимум, как недоректификат, 92-93% спиртуозности. И этот метод работает. А вы пытаетесь смешать один неготовый продукт с другим еще более неготовым и думаете, что у вас получится хороший самогон. Я бы таких экспериментов не проделывал на вашем месте. Просто соблюдайте технологию. А то получите не высококачественный самогон, а вот винегрет-то и получится. Следующий вопрос, сродни предыдущему. Задает его зритель под ником Павел. Вот что он пишет. У меня в куб при первой перегонке не уместилось 3 литра браги. Могу ли я ее добавить во вторую перегонку к разбавленному спирту сырцу? Не повлияет ли это на качество конечного продукта? Ну, Павел, я думаю, вот вы слышали ответ на предыдущий вопрос, да, зрителя под ником Салюта и Зенегрета. Ответ на ваш вопрос точно такой же. Соблюдайте технологию. Брага осталась, вот пусть она у вас лучше останется. Или перегоните ее отдельно. Или добавите к следующей браге, которую у вас, допустим, вызвало. Но мешать ее и со спиртом сырцом ни в коем случае нельзя. Вопрос от зрителя под ником Максим. Вот что он пишет. Подскажите, пожалуйста, возник спор с человеком, который утверждает, что у него с 8 килограмм сахара на 32 литра воды и хлеббекарной дрожжи выход получается 8 литров 60 градусного Сэма. Возможно ли это? Ну, для начала я хочу напомнить обычный классический коэффициент, уважаемые зрители. Значит, с 1 килограмма сахара мы вправе с вами рассчитывать на 1 литр уже самогона после второй перегонки крепостью 40%. Этот коэффициент классика иногда бывает чуть меньше, иногда бывает чуть больше. Здесь зависит от многих причин и от дрожжей, и в первую очередь от качества сахара, который... Ну, а качество сахара у нас в последнее время, прямо скажем, ну, не очень веселое в магазинах. Ну, вот литр 40 градусного дистиллята вы можете действительно получить. Значит, остается что? Просто посчитать. Если мы посчитаем по калькулятору самогонщика, получится следующее. 8 литров 60 градусного дистиллята плюс 4,1 литра воды получится 12 литров 40 градусного дистиллята. Другими словами, 12 литров с 8 килограмм сахара. Это на треть больше. Вот не знаю, у кого был какой опыт, у меня весь мой опыт говорит, что это получить просто невозможно. Ну, на 30% больше, понимаете? То есть, это очень серьезно, это здорово, если у человека так получается. Ну, вот лично я в это не верю. У меня максимально, по-моему, что у меня получалось, это 1,1 литра с 1 килограмма сахара. Это еще как бы да. То есть, вот на 100 грамм, на 100 миллилитров больше, если 100 мы умножим на 8 литров, это вот при таком объеме на 800 миллилитров можно получить больше дистиллята. Но на 4 литра, ну, извините, я, честно говоря, в это не верю. Так, и последний вопрос задает Игорь Мартынов. Добрый день, Константин Александрович. Я начинающий самогонщик от слова совсем. Приобрел аппарат Вейнреформ. После второй перегонки получил недоректификат около 93% спиртуозности. Ну, отлично, отлично. Подскажите, пожалуйста, как на этом аппарате правильно сделать классическую перегонку? И есть ли в этом смысл? Стоит ли при этом использовать насадку с наступающим Новым Годом всех? Заранее благодарю за ответ. Ну что ж, давайте сначала мы посмотрим на аппарат Вейнреформ. Вот, будьте любезны, аппарат Вейнреформ. Значит, собран он в данный момент времени как раз-таки для классической перегонки. Видите, здесь имеется царга, в ней насадка. Здесь дефлегматор. Дефлегматор вещь необязательная для второй перегонки, если вы ее делаете классическим методом. Дефлегматор здесь служит просто для увеличения высоты колонны и для улучшения ее разделяющих свойств. Поэтому дефлегматор, здесь еще раз говорю, просто как добавка для высоты колонны, и он не подключается. Еще раз, вещь необязательная. Можно его поставить, можно не ставить. Дальше мы с вами видим два угла поворота, холодильник и носик отбора. Вот и вся элементарная схема сбора аппарата Вейнреформ для второй перегонки. Подключается, естественно, только холодильник. Как я сказал, в царге есть насадка. Вот, в общем-то, и все, что вам нужно. И делаете вы перегонку точно так же по законам классической перегонки. То есть гоните до 40% струя. То есть сначала отделяете головы, потом тело, и при 40% спиртозности в струе прекращаете перегонку, либо дальше добираете уже хвосты. Теперь следующий вопрос. Есть ли в этом смысл? Уважаемый Игорь Мартынов, я считаю, что есть. Просто смысл заключается в следующем. Самогонщики делятся на две группы. Одни говорят, что я получаю дистиллят, а это как раз классическая схема сборки аппарата, и, соответственно, классическая перегонка. И эти люди говорят, что мне больше ничего не надо. Меня вполне устраивает качество дистиллята, поскольку дистиллят в данном случае сохраняет ароматику. Ну и так далее, и так далее. Их переводится еще куча-куча различных плюсов. Другие говорят, что дистиллят это нет, это вчерашний век, нужный либо ректификат, либо в крайнем случае недоректификат. Этот самогон будет гораздо чище и все прочее. Поэтому решать здесь вам. Это два пути в самогоноварение. Они, как бы я сказал, параллельны. Можно получать и дистиллят, и много людей, еще раз говорю, так делают, на более простых аппаратах с сухопарником. Другие говорят, что мне нужен именно спирт высокой очистки, и их устраивает только недоректификат. Здесь выбирать вам. Я просто хочу напомнить, что такие вот аппараты, как Вейнреформ, и другие аппараты колонного типа, они дают вам право выбора. То есть, вы можете делать когда-то дистиллят, когда-то ректификат. Вот, допустим, я периодически делаю вот этот недоректификат, который заливаем в бутылку, и, как я уже не раз рассказывал, я ему просто сбрызгиваю платок, и когда еду в город, этот платок у меня находится в целлофановом пакете. Я просто периодически протираю руки в качестве профилактики вот этого несчастного коронавируса. Вот тогда я делаю недоректификат. Для настоек, самогона и так далее, мне вполне хватает дистиллята. И особенно там для наливок. Потому что я делаю сахарный дистиллят. Он сохраняет свою ароматику, как в чистом виде в качестве самогона, так и хорошо сочетается практически со всеми ингредиентами для настоек, которые я делаю. Короче говоря, делать на аппарате Вейнреформ классическую перегонку, я считаю, очень даже есть смысл. Еще раз благодарю вас за то, что вы поздравили и меня, и всех зрителей с наступающим Новым Годом. Вас, Игорь Мартынов, также с Новым Годом. И с наступившим Новым Годом всех зрителей канала Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного в этом году. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте свои вопросы. А вам, уважаемые, здоровья и веселых застольей!